Народные русские сказки Александра Николаевича Афанасьева. «Баба-яга. Первая сказка». Читает Лена Сухая. Жили-были муж с женой и прижили дочку. Жена, ты и помри. Мужик женился на другой, и от этой прижил дочь. Вот жена и не взлюбила падчерицу. Нет житья сироте. Думал-думал наш мужик и повез свою дочь в лес. Едет лесом, глядит, стоит избушка на курьих ножках. Вот и говорит мужик. Избушка-избушка, встань к лесу задом, а ко мне передом. Избушка и поворотилась. Идет мужик в избушку, а в ней баба-яга. Впереди голова, в одном углу нога, в другом другая. «Русским духом пахнет», — говорит яга. Мужик кланяется. «Баба-яга костяная нога, я тебе дочку привез в услужение». «Ну, хорошо. Служи мне, служи», — говорит яга девушке. «Я тебя за это награжу». Отец простился и поехал домой. А баба-яга задала девушке пряжи с короб. Печку истопить, всего припасти, а сама ушла. Вот девушка хлопучет у печи, а сама горько плачет. Выбежали мышки и говорят ей. «Девица-девица, что ты плачешь? Дай кашке, мы тебе добренько скажем». Она дала им кашке. А вот, говорят, ты на всякое веретенце по ниточке напряди. Пришла баба-яга. «Ну что, — говорит, — всё ли ты припасла? А у девушки всё готово. Ну, теперь подивымай меня в бане». Похвалила яга девушку и надавала ей разные сряды. Нарядного платья по-нашему. Опять яга ушла и ещё труднее задала задачу. Девушка опять плачет. Выбегают мышки. «Что ты, — говорят, — девица красная, — плачешь? Дай кашке, мы тебе добренько скажем». Она дала им кашке. Они опять научили её, что и как сделать. Баба-яга опять пришёт, чьи её похвалила и ещё больше дала сряды. А мачеха посылает мужа проведать. Живали его дочь. Поехал мужик. Приезжает и видит, что дочь богатая-прибогатая стала. Еги не было дома, он и взял её с собой. Подъезжают они к своей деревне, а собачка дома так рвётся. Хам, хам, хам! Барыню везут, барыню везут. Мачеха выбежала, да скалкай собачку. «Врёшь, — говорит, — скажи, в коробе косточки гремят». А собачка всё своё. Приехали. Мачеха так и гонит мужа. И её дочь туда же отвезти. Отвёз мужик. Вот баба-яга задала ей работы, а сама ушла. Девка так и рвётся с досады и плачет. Выбегают мыши. «Девица, девица, о чём ты плачешь?» А она не дала им выговорить. То таю скалкой, то другую. С ними и провозилась, а дело-то не приделало. Ега пришла, рассердилась. В другой раз опять тоже. Ега изломала её, да косточки в коробе склала. Вот мать посылает мужа за дочерью. Приехал отец и повёз одни косточки. Подъезжает к деревне, а собачка опять лает на крылечке. Хам, хам, хам! В коробе косточки везут. Мачеха бежит со скалкой. Врёшь, говорит, скажи, барыню везут. А собачка всё своё. Хам, хам, хам! В коробе косточки везут. Приехал муж. Тут-то жена взвыла. Вот тебе сказка, а мне кринка масла. Сказка записана в Переславль-Залезском уезде Энн Бодровым.